Мы продолжаем общаться с главами регионов на тему коронавируса. Сейчас на прямую связь с фактами выходит глава республики Калмыкия Бату Хасиков. Бату Сергеевич, здравствуйте. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте. Расскажите, какая ситуация у вас в регионе, какие темпы распространения заболевания, какая динамика? На сегодняшний день в республике ситуация под контролем. За последние 14 дней прирост составил всего 9,6%. Это 1084 человека. И важно отметить, что Калмыкия входит в топ-3 регионов России с низкими показателями по летальности. На самом деле мы делаем акцент на высокой выявляемости. И на сегодняшний день посредством ПЦР это 40% от жителей республики. И ФА, это чуть более 10, мы уже продиагностировали более 50%. И как раз таки это нам позволяет выявлять инфекцию на ранних стадиях и, соответственно, головами принимать меры. Поэтому у нас достаточно низкая летальность. И это нас очень радует. Хочу воспользоваться моментом, поблагодарить жителей республики, которые достаточно дисциплинированно и ответственно соблюдают все необходимые меры предосторожности. Это нам очень облегчает работу. А какие сейчас меры действуют в регионе? Масочный режим, что еще? Безусловно, масочный режим, как и по всей стране. Ограничения работ ресторанов, кафе после 23.00. Соответственно, обязательная социальная дистанция. И, конечно же, мы пытаемся проводить в режиме онлайн всевозможные мероприятия. Ну, а если какие-то мероприятия мы вынуждены проводить, то с ограничениями по количеству, по рассадке и так далее. И все эти меры, я считаю, достаточно эффективно работают. Конечно, было бы здорово, если бы было бы меньше каких-то семейных мероприятий. Но в данном случае мы такой запрос доводим до жителей, и жители нас слышат. Вот вопрос, который мы адресуем практически всем сейчас главам регионов. Приближается Новый год, так или иначе, да, несмотря на рекомендации, ограничения по работе развлекательных заведений, ресторанов. Тем не менее, люди будут покупать подарки, будут готовиться к этим новогодним праздникам, ходить в гости, общаться. На ваш взгляд, нужно ли ввозить какие-то дополнительные ограничения, или, может быть, с помощью дополнительной коммуникации с людьми ограничить вот эти вот риски, которые возникают в связи с приближением праздников? Да, понимаю ваш вопрос, потому что, конечно же, люди уже устали находиться в напряжении, им хочется все-таки нормально светить праздник, этот главный праздник. Но, тем не менее, нужно соблюдать меры предосторожности, и мы, как и многие регионы, все-таки рекомендуем отказаться от корпоративов всевозможных. А то, что касается приобретения подарков и каких-то иных праздничных перемещений, то все будет происходить со строгим соблюдением мер предосторожности. Ну, да, это от людей во многом зависит. Бату Сергеевич, если позволите еще один вопрос по статистике, по коечному фонду и по лекарствам. Времени не очень много эфирного, но это важная тема, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Да, обязательно скажу, у нас на сегодняшний день в резерве 45% коечного фонда по лекарствам тоже, опять же, мы рассчитываем из расчета на 3000 человек. Соответственно, средства есть, помогают нам федеральные коллеги, спасибо правительству, спасибо президенту Владимиру Владимировичу. Есть, конечно, дефицит в некоторых лекарствах, но, опять же, совместно с правительством мы в ручном режиме отрабатываем, и все необходимые лекарства поступают. Вот, недавно, кстати говоря, отправили... Да, насколько я понял из ваших слов, в целом ситуация по сравнению с некоторыми другими регионами в республике более-менее благополучная. Ну, я не хочу здесь, знаете, как говорится, отмечаться, но я скажу, что ситуация по контролям, и в данном случае мы даже готовы оказывать какую-то поддержку другим регионам с точки зрения опыта, компетенции. Вот, недавно отправили бригаду докторов в Бурятию Алексея Самбуча, я предложил, как для обмена опытом, мы отправили инфекционистов, и сейчас они там тоже вносят свой вклад. Да, Бату Сергеевич, хороший пример, благодарю вас за комментарии, напомню, что на связи со студией был глава республики Калмыкия Бату Хасиков. Спасибо. Спасибо.